Всем привет! Сегодня будет очень интересный, необычный обзор, необычный по крайней мере для меня, потому что сегодня будет посылка с едой с сайта iHerb. Почему необычный для меня? Потому что если вы смотрите мое видео, то заметили, что в основном еду я никогда не заказываю. Это легко объяснить, потому что она занимает обычно много места, получается не очень выгодно по доставке, мне постоянно не хватает денег и места для БАДов. А если же остаются деньги и места, то я беру что-то из косметики, ну в крайнем случае что-то из бытовой химии. А вот как-то на еду всегда у меня не хватает денег. А сегодня будет обзор посылочки, которые заказала девочка, в основном она заказала еду. И вот такой интересный обзор хочу сегодня вам показать. Стоимость этой посылки где-то около 160 долларов, не считая доставки. Пришлось мне разделить ее на две посылки, потому что у нас сейчас в республике такая ситуация, куда-то пропали доллары и странный момент, куда же они пропали. И начинаются всякие неприятные ситуации с тем, что хотят ограничить вывоз валюты из республики. И я решила, чтобы таможня ко мне не прикопалась. А у нас лимит на ввоз товаров где-то 300 долларов, по-моему. А у меня это уже, получается, была вторая такая крупная посылка в этом месяце. И я решила заказать, в общем, одну часть посылки на моего мужа, вторую часть посылки на себя. Вот. В сумме где-то стоимость этих товаров около 160 долларов вышла. DHL Express доставка, в общем. Все пришло бы хорошо, но вот девочка заказала муку. Вот такую вот интересную, без глютена. Это овсяная мука. Кстати, она не очень дешевая. Вот. И она где-то, в общем, повредилась. Я не знаю, почему она шла не в пакете. Она повредилась, в общем, и я открыла посылку. И вся посылка была в белой муке. Поэтому, в общем, не скажу, что доставка прошла отлично. Сразу скажу, стоимость этой муки... Так, где она? Вот. 6 долларов 83 цента. Ну, я так думаю, из нее неплохо печь какие-то овсяные печенья. Либо использовать вместо обычной муки. Я так понимаю, она без глютена. У кого непереносимость глютена хорошо подойдет. Смотрю, вообще, девочка заказала много продуктов без глютена. Скорее всего, есть с этим проблема. Хотя, не знаю. Не спрашивала вообще. Вот такая мука. Дороговато. И грязно, в общем, в посылке от нее. Ну, ничего. Дальше. Что еще необычного? Тоже из еды. Такое вот две пачки риса. Один рис коричневый, в общем, какой-то такой очищенный. И черный рис. Но он, скорее, не черный, а темно-красный. Фирма Ландберг с 1937 года. Тут я читала. Проверка на ГМО. В общем, все отлично. Вот такие вот красивые упаковочки с закрывающимися. Все герметично упаковывается. Красивые упаковки. В общем, написаны тут всякие полезные советы. Как его варить. Какие блюда. С ним, в общем. Ну, по отзывам почитала, что этот черный рис. Его нужно очень долго варить, чтобы он сварился наконец-то. Серый. Вот этот коричневый рис получше. Тоже они без глютена. Это у кого, кстати, есть проблемы с этим. Да, с глютеном. То можете вполне их заказать. Ну, отзывы разнятся. Я их не пробовала по отзывам. Некоторые хвалят, некоторые не нравятся. Ну, а девочка заказала. Потом, надеюсь, она мне расскажет, как это все прошло. Кстати, рис. Коричневый рис у нас 4 доллара 79 центов. А рис черный 4 доллара 40 центов. Не буду долго останавливаться на рисе. Рис, он и в Африке рис. Дальше. Вот такое интересное. Я вообще не подозревала, что такое существует. Это соевое молоко. Обычно все боятся сои. А тут вот вдруг девочка заказала соевое молоко. Мне стало интересно. Почитала я о нем. Здесь вот литр этого молока. Цена его 3 доллара 32 цента. Ну, за счет того, что у него вес приличный. На доставке тоже получилась немаленькая прибавка к стоимости. Вот. Значит, здесь написано, что хватает на 4 раза. Ну, по стакану, я так понял, 250 грамм. 240 миллилитров. В общем. Протеином очень оно богато. 12 грамм протеина. Витамины есть. Группы В в основном. Проверено здесь написано, что это не ГМО. Соя, в общем, все. Там даже соя промыта водой обратного осмоса. Чтобы там, не дай бог, что-то не попало. 18 аминокислот здесь. Значит, очень полезно. Очень вкусное молоко. Хотя некоторые в описаниях, в комментариях пишут, что не очень оно вкусное. Если его так чисто пить, надо добавлять во что-то. Ну, наверное, тем, кто не пьет коровье молоко и всех остальных, думаю, то, что это молоко веганцам, вегетарианцам вполне будет отличной заменой обычного молока. И при этом оно растительного происхождения. И при этом не ГМО. Кстати, в сою не ГМО очень трудно найти. Вот такие вот кэшью от Now Foods. Органические, в общем, сырые. Ну, они немножко подсушенные, я так поняла. Вот, тоже источник протеина, клетчатки, железо. Ну, единственное, что хочу сказать, что он недостаточно калорийный. В 30 граммах 180 килокалорий, поэтому кушаем по чуть-чуть, сильно не увлекаемся. Стоит кэшью 7 долларов 35 центов. Кстати, по отзывам неплохие кэшью. Но я почему-то не очень люблю вот именно кэшью. Может быть, я не те пробовала, не знаю. Но вообще полезно орехи, есть не жареные, именно вот такие вот сырые, немножко подсушенные. Хорошая покупка, надо будет себе тоже заказать. Дальше стевия. Ну, стевию я себе заказывала. Это как раз тот тип еды, которую я постоянно заказываю. Кстати, я заказывала и в жидком виде. Заказывала в форме порошка. Вот так же расфасовано в пакетике. Такой фирмы я не заказывала, я в основном на Amfoods. Мне очень нравится. Особенно жидкая она, как сказать, без всяких примесей. В общем, там глицерин и экстракт стевии. Но при этом, в общем, ее легко передозировать и испортить вкус. Фасованная в пакетиках мне очень нравится, потому что, как бы, дозировка как раз рассчитана. И особенно с ванильным вкусом, это вообще блаженство. Здесь без ванильного вкуса 100 пакетиков. Ноль калорий, не ГМО. В качестве наполнителя мальта декстрин. Я не знаю, насколько он полезен. Вот. И стевия экстракт. И натуральный аромат, в общем. Один пакетик заменяет 2 чайных ложки сахара. Стевия очень полезна. Она, помимо того, что не имеет калорий, она очень хорошо действует на поджелудочное железо. И вообще, в общем, стоит уже отказаться давно-давно от сахара и перейти на стевию. Кстати, стевия – это единственный натуральный сахарозаменитель. Никакие спартамы и так далее не сравнятся со стевией по полезности и по натуральности. Дальше. Вот такие конфетки деткам. Это жевательные мишки и леденцы. Как-то уже заказывала у меня другая девочка их. Вот. Кстати, очень выгодно. Я вот посмотрела. Получается, 14 вот таких типа чупа-чупсов, только натуральных, которые без красителей синтетических, с реальным фруктовым соком, в общем, натуральными ароматизаторами стоят. Вот, сейчас скажу. Ох, 2,55. То есть, это где-то 1,70 за один, в общем. Ой, 17 центов. Что-то я сегодня плохо считаю. 17 центов – это очень, я бы сказала, вообще сравнимая цена с чупа-чупсами. И при этом это всё натурально. Витамин С здесь, по-моему. Или это в других? Нет, это, по-моему, в мишках. Да, 100% ежедневный витамин С. Дозировка здесь. Вот. Но это тоже очень полезно, потому что и тут, я так поняла, разные вкусы. Как-то у меня приходил один вот такой леденец в качестве пробника. Ну, неплохой вкус. Не знаю, деткам понравится, не понравится. Некоторые говорят, что они кислят, детки не очень любят. Но если вы не можете ребёнка отучить от всяких вредностей, то это отличный вариант заменить их вот такими натуральными, полезными конфетками. Это жевательные мишки здесь. Сколько здесь? 255 грамм, по-моему, 10 пакетиков. Да, 10 пакетиков. 25 грамм в одном. Сколько тут калорий? 88 калорий. Вот. Тоже тут всё натурально. Без сои, без орехов, без глютена. Реальные фруктовые экстракты, натуральные ароматизаторы. Сертифицированные органические, в общем. Стоит это уже подороже. 7 долларов, по-моему. А нет, 6 долларов. Ну, тоже выгодно по 60 центов один пакетик в качестве ежедневного, в общем, лакомства детям или там поощрять их за что-то. Это вполне хорошая альтернатива. Вот. Девочка тут заказала вот такие классные печеньки. 240 грамм. Это овсяное печенье с шоколадной, в общем, крошкой. Упаковка вскрылась. Я думала, господи, что же делать? А она оказалась запакована ещё вот в такую. Здесь всего лишь 8 печенек. Получается, конечно, не очень выгодно. Сколько эти печенья стоили? 4,20 за 8 печенек. Ну, это домашнее такое мягкое печенье с натуральным шоколадом. В принципе, в качестве лакомства один раз заказать, попробовать. Почему бы нет? Я понимаю, в принципе, знаете, мы когда с мужем первый раз поехали путешествовать по Германии, я в первую очередь заехала в магазин и давай накупать всяких вкусностей, в общем, сладостей, потому что очень интересно попробовать, что же едят в другой стране, чего у нас не продаётся. Поэтому я понимаю девочку, она тоже как будто бы, наверное, хочет побывать в Америке и посмотреть, какие у них там вкусности продаются. Вот, чем можно себя побаловать. Вот такой шоколад фирмы Vivani. Это Art Collection даже какой-то, Art of Chocolate. Да, немножко он поломался при пересылке, но это понятно. Значит, веганский, USDA Organics, очень хорошо, 100 грамм. Чёрный шоколад, 71% какао, без соевого лицетина. Я не знаю, соевый лицетин вреден, не вреден, почему так все, конечно, позиционируются на него. Я вон соевый лицетин вообще себе каждый день еду добавляю. Ну, не знаю, в общем, не буду долго в это, в общем, вникать. Единственное, что хочу сказать. Вот взяла я шоколад, который я покупаю в супермаркете местном. Это, по-моему, латвийский. 70% какао написано калиев. Думаю, ну, сравню. Тоже экстра чёрный шоколад. Очень даже вкусный. Сравню состав. Значит, и я так удивилась, что вот этом американском натуральном шоколаде. Какао-ликёр, сырой кейн-сугар, кейн, это забыла, как переводится, и какао-масло. 71% минимум какао. Всё. Больше тут ничего нет. Я в шоке. Посмотрела здесь состав. Здесь, конечно, идёт уже сливочный жир, лецитин эмульгатор, ароматизатор ванили, какао-тёртое, какао-порошок, сахар. В общем, есть какие-то добавки такие. Поэтому этот, конечно, более натурален. Хотелось бы его попробовать. Цена его 3 доллара 6 центов. Ну, в принципе, вроде бы дороговато, плюс пересылка, но при этом за такой хороший состав почему бы и нет. Попробовать хотя бы можно заказать. Кстати, вот такое вот пианат баттер, это арахисовое масло. Чёрный шоколад, в общем, мечта, что-то так называется. Всё натуральное. Кстати, вот я открыла. Он, конечно, вот здесь заклеен. Это, но, боже, аромат такой, что даже через это проникает. Я прям аж загорелась себе такое же заказать, попробовать, потому что реально очень вкусно пахнет. Прям хочется его вскрыть и съесть. Но, конечно, моя репутация меня останавливает. Он, конечно, очень калорийный. В 2 столовых ложках 170 килокалорий. В составе, как они называются, арахис, тоже опять кайн-драйд кайн-сироп, какао, какао-масло. Здесь, кстати, пальмовое масло есть, но это какое-то не... Ой, читала, там оно какое-то ещё отличается. Ваниль, лицетин, здесь из подсолнечника, что говорит о том, что он не соевое, то есть с малой вероятностью, что он ГМОшный. И соль. Ну, я думаю, это масло очень вкусное, учитывая состав. Кстати, вот это, я читала, пальмовое масло, которое здесь, оно... Блин, забыла это слово, в общем. Но оно не вредное, в общем, просто оно пролетает мимо вашего организма, а не остаётся в нём. Вот, стоимость этого арахисового масла 4 доллара 79 центов. Тоже неплохо, учитывая стоимость на всякие нутеллы в супермаркетах, и при чём они там гадостного состава. Так, специи. Симпли органик, я вот тоже засматривала, засматривала на них, но постоянно как-то мне не хватает, в общем, места для них. Ну, в принципе, добить посылку очень хорошо, потому что я вот тоже смотрю, здесь вот такая вот в дырочках, это под низом заклеено, всё, я не вскрывала, но аромат ощущается даже через эту бумажную, в общем, наклейку-заклейку. Так же самое, это итальянские сезонные травы, это кари. Кари, это для курочки. Тоже ощущается аромат. И куркума, турмерик называется. Вот, стоимость их, итальянская приправа 4,53, кари 4,66, куркума 3,79. У нас почему-то в супермаркетах продаётся всё в каких-то пакетиках таких дешёвых, в общем, расфасовка, не знаю, нет у нас нормальных, таких приличных, в общем, специй. Вот, поэтому надо будет себе тоже их заказать, потому что мне очень понравилось. И я смотрю, тут расход довольно-таки экономичный написано. Цена позволяет, в принципе, добить посылку такой вот баночку очень-очень неплохо. Вот. Куркума, кстати, это я прочитала про неё, она очень полезна, она как природный антибиотик. Хорошо её добавлять в мясо, но... А, кстати, читала, что её вот рекомендуют пить, у кого-то воспаление суставов, что-то такое. Хотя другая девочка прочитала на одном очень известном форуме, Пайхёр, что она говорит, что куркуму ни в коем случае не пейте при воспалении суставов, потому что я суставы не вылечила, а при этом посадила желудок. Ну, поэтому нужно быть аккуратнее с куркумой, и там, по-моему, чайная ложка на 5 порций, в общем, идёт дозировка, поэтому не увлекайтесь. Вот. Здесь тоже это итальянский сбор трав, тоже очень хороший состав, всё органическое. Значит, органическое орегано, майорам, тмин, базилик, розмарин, шалфей. В общем, классный такой, прям, я не знаю, балдела от этого запаха, даже вот через мембрану он чувствуется. Так, что мы ещё не посмотрели? Чай мы не посмотрели, да? Чай, я пробовала этот чай, он у меня попадался в пробниках. Потом я заказала такую, тоже этот, Сэндалфор. Есть 5 разных марок этого чая в одном. Вот. Тоже там очень хороший, мне нравится, как бы не доедает, не надоедает один вкус. Вот. Это зелёный чай со вкусом манго, он органический. Почему важно органический чай? Потому что листья чая перед обработкой, в общем, перед сушкой, они никогда не моются. Поэтому, если они выращены неорганическим методом, то есть, чем-то их брызгали, чем-то их, в общем, поливали, использовали какие-то там гадости, то это всё попадёт к вам в чашку. Поэтому очень важно, чтобы это всё было на органических каких-то удобрениях сделано, то есть, методом органик. Ну, по вкусу чай, я скажу, не очень, как бы, отличается там от обычного, в принципе, ничего такого сверхъестественного. Единственное, что, да, он полезный из-за того, что он органический. Это действительно чай, действительно аромат, настоящий аромат манго, а не какие-то красители, ароматизаторы. Я вообще не любитель чая и пью его только в гостях, и когда гости приходят. Поэтому многом не могу про него сказать. Стоит он 3 доллара с чем-то, уже не помню точно. 3,32, да. Ну, неплохой вариант, 25 пакетиков чая. Дальше заказала девочка вот так ещё. Помимо еды, уже мы с едой закончили. Это BCAA. Это комплекс трёх аминокислот. Здесь, кстати, такое идеальное соотношение. 2,1,1, в общем. Леуцина здесь в два раза больше, чем валина. И изолеуцина. Эти BCAA очень хорошо, в общем, восстанавливают мышцы после тренировки. Мышцы меньше болят, за счёт этого больше производительность у вас. Вот, 5 грамм всего лишь дозировка. И хватает на практически 60 порций. Очень выгодно. При цене в 21,5 доллара, я думаю, хорошая банка BCAA. Вот, 300 грамм здесь. Фирма Dymatize Nutrition. Хорошая BCAA, но я не качок. И как-то BCAA проходит мимо меня. Я не убиваю так мышцы на тренировке. Вот, вот такой вот Салгар. Кстати, мне Салгар нравится как фирма. Она такая добротная. У них стеклянные баночки, металлические крышечки. Она такая вся, в общем, какая-то гламурная, что ли. Видно, дорогая такая, фешенебельная. Вот, комплекс для кожи, волос и ногтей. Усиленная МСМ формула. Без глютена, в общем, опять и так далее. 120 таблеток на 2 месяца прием. Это не мультивитамины. Здесь конкретно подобраны витамины для вашей кожи, волос и ногтей. Состав очень хороший, мне понравился. Витамин С, 200% в форме L-аскорбикосит. В общем, не просто аскорбиновая, а L-аскорбиновая кислота. Не знаю, что это значит, но что-то, наверное, хорошее. Цинкцитрат, хорошая форма цинка. Медь, глицинат, аминохилат, аминоосидхилат. Это хилатная форма, тоже очень хорошо. МСМ, это серы, 1 грамм серы в 2 таблетках. Силикон, это кремний, тоже очень полезный. Я его сейчас пью в капельках, прям не налюбуюсь на себя. И 2 аминокислоты, L-лизин, L-пралин. Хорошая это, в общем, форма этих витаминов для волос. Как раз вот такая, как раз для волос, для ногтей, для кожи. Стоит она, конечно, дороговато. 18,64. Ну, на 2 месяца, в принципе, по 9 долларов не так уж и дорого. Вот такой пробник протеина, био-чем, в общем, я его не пробовала. Стоит он 10 центов, не взяла, потому что, ну, можно вот так вот на 2 тренировки, в общем, сэкономить. Протеин почему бы и нет. По вкусу ничего о нем не скажу. И были еще вот такие вот 2, это не пробники, это шло по акции Товар дня. Но о них я расскажу в следующем видео, потому что хочу им уделить побольше внимания. Хочу их попробовать для начала, чтобы что-то о них рассказать. Могу сказать, что запах у скраба божественный. И хочу поделиться секретом небольшим по заказу, вот, как раз, акции Товар дня. Как заказать, в общем, в одной посылке акцию за 2, в общем, товар, 2 товара дня. В общем, за сегодня и на завтра. В общем, успеть на 2 базара, образно говоря. Вот, поэтому подписываемся на канал, чтобы не пропустить следующее видео. На днях сниму, там у меня была небольшая еще посылочка с протеином. И я, наверное, их туда закину, потому что там рассказывать особо не о чем. А вот расскажу вам секрет, как обмануть iHerb. Я думала, что они мне что-то напишут, что там самое хитрое. Нет, ничего не написали, это слали по той цене, которая была указана, в общем, при заказе посылки. Поэтому все нормально, я вам раскрою свой секрет. Вот, поэтому подписываемся на канал, обязательно ставим лайк и комментируем. Ищите меня в одноклассниках, если хотите со мной пообщаться, что-то узнать, что-то спросить. Девочки со мной часто советуются там по схеме бадов, вообще по каким-то бадам, которые не заказали. Можно, не можно их там совмещать. Поэтому я эти консультации даю бесплатно. В общем, плюсик в карму себе записываю. Все, всем спасибо за внимание, пока-пока.